Игрок команды «Хит» Дмитрий Шувалов. Дмитрий, я напомню, не только игрок, он также и тренер. Дмитрий, ну, с позиции игрока и тренера, скажите, в сегодняшней игре, что вы можете сказать о развитии событий, о действиях своей команды и действиях команды соперника? Ну, в принципе, всю игру контролировали. С определенной периодичностью забивали голы. В конце просто чуть-чуть, наверное, уже расслабились, соперник сразу же наказался. Ну, в принципе, были уверены, что выиграют. Вы своего рода зимние чемпионы, выиграли первое место в своей группе. Скажите, для вас это принципиально, быть первыми даже на отборочном этапе? Ну, в принципе, самое главное – это быть в конце первым. Ну, сейчас просто не нужно особо смотреть таблицу, нужно выходить, выигрывать в каждой игре, зарабатывать очки, наигрывать определенные схемы, комбинации и так далее. А потом уже смотреть. Ну, то, что сейчас на первом месте, наверное, заслужено, наверное, не просто так. Кстати, «Белуга» играла по счету абсолютно точно так же, как вы. То есть счет развивался идентично и примерно в одно и то же время. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе, ваш путь в футболе. В 99-м году пришел к покойному царству небесному Матькову Леониду Йосичу в спортивную школу. И начал у него заниматься. Потом, я уже и не помню, первая лига, вторая лига, высшая лига, «Киев Политех» команды, «Метрополитен», «Киев Униспорт», «Шахтер», «Невчий Баку», «Киев Киев». Насколько я знаю, вы в составе «Шахтера» становились чемпионом Украины? Да, было. А в составе «Невчий»? Обладатель Кубка Азербайджана и второй серебряный призер чемпиона. Ну, вы один из самых титлованных игроков с международными званиями. Сборная, так не сумели сыграть, да? Один матч сыграл. За национальную и несколько за молодежную. Что же вы молчите? Говорю. Понятно. Дмитрий, поздравляем вас с победой на отборочном этапе. Желаем дальнейших успехов в финальной части. Спасибо. Всего доброго.